Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Возвращаемся после рекламы. Памяти павших посвящается. Аллею воинской славы заложили в селе Воздвиженское. Она увековечит имена героев Великой Отечественной и воинов-интернационалистов. Подробнее в следующем репортаже. 886 человек. Эта цифра для Воздвиженского исторически памятная. Именно столько жизней унесли годы Великой Отечественной, Афган и Чечня. Теперь имена павших героев увековечены в памятном знаке. Идея от наших жителей, которые живут в деревнях. Там стояла старая стела очень, где были написаны фамилии людей, которые ушли отсюда на войну и не вернулись. Мы ее демонтировали и сделали совершенно новую аллею памяти. Аллею заложили у центрального входа Воздвиженской школы. Еще в прошлом году здесь высадили саженцы рябины, а сейчас провели освещение и выложили дорожку плитами. Сам памятный знак – плазменная панель в граните с именами всех павших воинов. Это, наверное, не просто сохранить память, но это очень важно. И таких памятников, такой аллеи, которую сегодня открываем мы, это действительно достижение всех вас, жителей Воздвиженского. Дорогие ребята от старшего поколения, будьте достойны памяти ваших земляков и погибших людей за нашу Родину. Памятный знак открывали всем селом. Школьники, ветераны, обычные жители. Ведь практически в каждой семье есть свой герой, память о котором бережно хранят. Принимали его здесь в Клину, а погиб он в Твери, где-то в Тверской области. Память какая-то? Должны знать, да, вот все. Ну, само собой, конечно. Пускай внук знает, что дедушка погиб его. Мы любим нашу Родину, историю, своих предков, которые все-таки сражались за нас. Открытие аллеи приурочили ко дню воинской славы России. 8 сентября 1812-го – дата знаменитого Вородинского сражения. Поэтому в Воздвиженском теперь новая традиция – каждый год 8 сентября отмечать этот день на аллее памяти. Елена Плюснина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.